Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Невооружён, но очень опасен. Кто взял в заложники людей и устроил кровавую резню во Львове? Сиеста по-украински. Как выжить при температуре выше 40 и что рекомендует Кабмин? Богатырские игры. Кто из стронгменов сегодня одержал победу? Принц на пенсии. Чем займётся супруг Елизаветы II Филипп, оставив монаршей хлопоты? Кровавая резня во Львове. 30-летний мужчина заперся в одном из отделений больницы и взял в заложники 75 человек. Кейс пострадавшая. Захватчика удалось обезвредить. Что стало причиной этого преступления, расскажут наши корреспонденты. Один из пациентов в Львовской областной психиатрической больнице разбушевался, заблокировал дверь в отделении и разбил окна. Затем, угрожая осколком, взял в заложники других пациентов, а их было более 70. Сотрудники медучреждения самостоятельно утихомирить больного не смогли и вызвали полицию. Нами было выключено спецподраздел, который имеет амуницию, который может зайти в середину и освободить заручников. Мы пытались тягнуть час, пытались общаться с данной человеком. Когда мы уже слышали крички от людей, было принято решение брать штурмом данное помещение. Мужчина швырял из окон не только стекло. В полицейских полетела арматура от кроватей. Прикрывался столами. Силовики пошли на штурм. Когда вошли внутрь, то увидели полный разгром. Много крови и израненных пациентов. Нерезбериха была такой, что сразу не поняли, кто же нападавший. Дальше в конце коридора мы уже побачили голого человека, который держал в руках. Сначала не было понятно, что за точка, что-то было. Но у него все руки в крови были. И то, что он держал в руках, также было в крови. Буйного пациента уже обезвредили. Сейчас он под стражей в той же психбольнице. Им оказался 30-летний житель Львова. На принудительном лечении с 2013 года он убил своего отца, ударил его ножом более 70 раз. Этим летом Дмитрия отпустили домой. Но родственники настояли на его возвращении в больницу. Накануне Резни, 4 августа, его и привезли. В итоге 10 пациентов в психиатрической больнице получили серьезные травмы. Двое из них в реанимации. Пострадали также пятеро полицейских. Уголовное производство открыли по статье «Покушение на убийство». Завтра нападавшему будут избирать меру пресечения. Инна Томина, Галина Якушко. Подробности телеканал Интер. И буквально только что стало известно о том, что меру пресечения уже избрали. Суд постановил два месяца под стражей. Нелегальные перелеты в очередной раз зафиксировали на Закарпатье. Из Украины в Словакию по воздуху переправили десятерых мигрантов. Как их задержали и что ждет индусов, которые так и не добрались до пункта назначения. Подробнее Марина Коваль. Этих десятерых индусов задержали словацкие полицейские в 40 километрах от Ужгорода. Из Украины в Словакию их нелегально доставили самолетом. Приземлились в небольшом аэропорту одного из фермерских хозяйств. Задержать самолет ни словацким, ни украинским полицейским не удалось. Словакие полицейские депортировали индусов назад в Украину. Таковы условия международного договора о ремиссии. У граждан Индии были с собой заграничные паспорта с украинской туристической визой. Их группа прибыла в Одессу в июле. Откуда взлетал самолет с мигрантами, задержанные не признаются. Да, сейчас так и не хочу. Этот случай не первый на украинско-словацкой границе. В сентябре 2015-го в Словакии посреди поля упал украинский самолет. Тогда погиб один из двух членов экипажа. Борт был оборудован нишами для переправки контрабанды. Самолет принадлежал закарпатскому клубу дельтапланеристов. А в октябре того же года в Словакии разбился вертолет Ми-2, который перевозил нелегалов. Погибло четверо афганцев и двое украинцев, членов экипажа. Это была система. Тогда это было целое злочинное группование. Их всех выловили. Мы Назаренко присылали авиацию. Она тут базовалась. Всех выловили. И это уже было тихо. Это первый случай. Выпадок. Задержанных индусов после проведения следственных действий снова посадят в самолет. Но уже отправят домой, в Индию. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Полицейские разборки в кривом роге. В день празднования второй годовщины нацполиции местный страж порядка устроил пьяный дебош. Отличился зам начальника районного отделения полиции Руслан Песной. Он устроил драку возле ночного клуба. Посетители вызвали патрульных, но и их он попытался избить. После чего все же поехал в отделение. Есть информация, что Руслан Песной якобы является племянником Василия Песнова, генерала СБУ, которого народный депутат Владимир Поросюк ударил ногой на заседании парламентского комитета. В Харькове Мерседес на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта. Погиб 63-летний мужчина. Еще три человека были травмированы. Водитель и пассажир Мерседеса доставлены в больницу. Харьковский журналист Вячеслав Мавричев, который выложил в сеть фотографии с места происшествия, утверждает, что на асфальте отсутствует след тормозного пути. Почему водитель даже не пытался затормозить, предстоит выяснить следователям. Аномальная жара в Европе. Температура воздуха достигла 47 градусов. Ненамного меньше на этой неделе было и у нас. Около 40 в тени. Кабмин даже вспомнилась и есть. Но с оговоркой на усмотрение работодателя. Кто решится на этот эксперимент и как дожить до понедельника, когда синоптики обещают похолодание, знает Елена Медясова. Спасайся, кто как может в воде. Обливаясь в фонтане или сидя у кондиционера, жара не щадит никого. Температура воздуха на этой неделе потрясла украинцев. Местами перевалила за плюс 38 в тени. Каждое летом таки обтрапляется. Температуры не выходят за межи каких-то экстремов. Все в межах нормы. Но для людей такая, казалось бы, температурная норма уже испытания. В Луцке водителю маршрутного автобуса стало плохо. С полным салоном пассажиров он въехал в КАМАЗ. Итог. 12 пострадавших, из которых двое детей. 9-летний мальчик в реанимации. Дышать нечем, сквозняк из окон и люком не помогает. Реалии общественного транспорта, как в раскаленной печи. Приходится махать. Чтобы хоть как-то облегчить участь киевлян, столичный зеленстрой установил в одном из парков освежающую арку. Сейчас в знойный период прекрасно. Освежает, конечно. Можно здесь прямо поселиться. Такие конструкции в мире давно не открытие. В адскую жару их ставят практически во всех европейских городах. В Киеве, к сожалению, такая пока одна. В принципе, она по себестоимости очень дешевая. Не более 300 гривен получилась. Мы сделали буквально там часика за два и поставили. В планах еще в начале парка одну поставить. Возможно, по других парках. А пока освежающие арки явление не массовое, украинцы традиционно спасаются на пляжах. Правда, и такое охлаждение не всегда безопасно. Спасатель Сергей рассказывает, на этой неделе не было и дня, чтобы не вызывали кому-то скорую. Каждый день происходят какие-то события. У всех людей жара плавит, так сказать. В зоне риска в первую очередь гипертоники, сердечники, люди преклонного возраста и с избыточным весом. Впрочем, жара сказывается на самочувствии молодежи. Рекомендации медиков простые. Пить больше воды, не выходить на солнцепек и не употреблять алкоголь. На фоне экстрагренальных потерь организма, то есть те потери, которые организм теряет, ту жидкость, которую организм теряет через кожу, у них происходит сгущение крови и возможен риск возникновения тромбозов, тромбоэмболий и тому подобное. Страдают от жары не только люди. Высокой температуры не выдерживает даже техника. Для перевантажения электромережи, потому что люди вмикают кондиционеры, вентиляторы, пытаясь как-то охлаждаться. Чтобы спасти зеленые насаждения и клумбы, в столице Наполив ежедневно тратят 2000 тонн воды. Охлаждают также автомагистрали и дороги. Правда, из-за раскаленного асфальта вода быстро испаряется и эффект практически нулевой. Синоптики обнадеживают. Дескать, жара продержится еще пару дней. А с понедельника температура снизится и пройдут кратковременные дожди. Елена Митясова, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. Политический бандитизм, так нардеп Сергей Каплин назвал захват социалистической партии Петром Устенко и помощником главы МВД Ильгией Кивой. Об этом нардеп заявил сегодня на встрече с социалистами. По его словам, столичная прокуратура уже расследует кражу документов и печати политсилы, в которой подозревают Устенко. После чего главой партии якобы ставил Киева. Кроме этого, в НАБУ и Генпрокуратуру направлены обращения с просьбой расследовать причастность министра юстиции Павла Петренко и министра МВД РСН Авакова к рейдерскому захвату СПУ. Петро Устенко, который торговал социалистической партией Украины ее документами, ее початкой. Кива, который является выполнением этого преступления и псевдо-социалистом социалистической партии. Аваков, который организовал эту бородку. И Петренко, который прикрывал фактически влаштовывающий дах в Министерстве юстиции, вместе с Яценюком, который был вдохновителем этого захопления социалистической партии, принесут криминальную и политическую ответственность. Прокуратура Грузии обратилась к польским коллегам после того, как в Варшаву прибыл экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Напомню, он находится в розыске, и грузинские правоохранители пытаются добиться его выдачи. По информации польских СМИ, бывший председатель Одесской ОГА, который был лишен украинского гражданства, приехал в Польшу для участия в мероприятии в честь годовщины Варшавского восстания. Финансирование армии – это приоритет, об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко в Венецкой области. На военный аэродром глава государства прилетел на истребители МиГ-29, после чего поздравил летчиков с профессиональным праздником и добавил, что в этом году украинским ВВС выделили более миллиарда гривен. Это позволит поставить в воинские части более 40 новых образцов вооружения и техники. Кроме этого, Порошенко пообещал, что уже с 1 августа повысит уровень выплат военным в зоне АТО. Соответствующий приказ министра обороны должны опубликовать уже в понедельник. Боевики продолжают обстрел украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Там отмечают, что ситуация на Донбассе пока существенно не изменилась. На линии разграничения работает наш военкор Руслан Смещук. Он расскажет все подробности. На стареньком УАЗике нас лиха. Филигранно заходя в повороты, по грунтовке везут на позиции. В какой-то момент водитель заметно ускоряется. Впрочем, ускоряться приходится не только на колесах. Периодически попадаются выжженные огнем боевиков фрагменты лесополос. Их приходится перебегать, иначе могут заметить и открыть огонь. Напротив, оккупированный поселок Октябрь. Позиции боевиков ближе. Вот за этой посадкой. В последние несколько дней противник малоактивен. Окапываются, рассказывают военные. Иногда отдельные группы пытаются приблизиться. В таких случаях военные используют успокоительное. Вот такое. Пока работаем тут, на соседней позиции раздается взрыв. По пути нам показывают два полевых мемориала. Тут весной, с разницей в неделю, подорвались на минах две машины снабжения. В честь погибших были установлены эти кресты. За ними приглядывают. За прошедшие сутки минимум три военных получили ранения. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Жизнь после войны. 15 ветеранов АТО в рамках гуманитарной программы НАТО прошли курс изучения английского языка. Это не первая группа украинских бойцов, которым Альянс помогает совместно с Британским Советом в Украине. Как это обучение повлияет на дальнейшую судьбу студентов, расскажет Лина Зеленская. 15 бывших военнослужащих и участников АТО четыре месяца назад сели за эти парты. За их плечами военная служба, а впереди туманное будущее. Главная цель курса – адаптация к мирной жизни и помощь в поисках работы. И английский язык должен стать одним из ключей к этому. Очень важно показать рынку, что бывший военный может быть ценным сотрудниками, что его действительно стоит нанимать на работу. Программа включает навыки написания резюме, подготовку к интервью, то есть собеседованию с работодателем. И все это на английском. 80% студентов после окончания этого курса нашли работу. Это действительно работает. Именно эта комбинация английского языка с навыками для трудоустройства. Павлу 27. Он бывший военнослужащий и участник АТО. Изначально уровень английского у него был низким. Ежедневные пятичасовые занятия дали результат. Сегодня мужчина получает сертификат и благодарит преподавателей на языке Шекспира. Невероятное ощущение, когда человек приходит совсем дулевыми зданиями и через 4 месяца ты видишь, что этот человек произносит небольшую, но речь на английском. Занятия проходят не только в Киеве, но и в Харькове. За последние 3 года 120 студентов прошли курс английского языка. Уже можно как-нибудь построить свою речь более грамотную и уже человек видит твой уровень способностей. Выше среднего. Организаторы курса в Украине работают с несколькими странами-членами НАТО и в качестве примера используют их системы адаптации военных. Если мы посмотрим на систему, уже функционирующую в Британии или в Германии, на последних годах службы военный уже имеет право проходить интернатуру в какой-либо компании, чтобы потом ему было легче интегрироваться в гражданскую жизнь. В этом году Британский совет планирует переобучить около тысячи украинских бойцов в 10 городах страны. Лина Зеленская, Олег Неведомский. Подробности. Телеканал Интер. Кто последний? Аэропорты ЕС переполнены. В разгар туристического сезона европейцы сетуют на огромные очереди и дополнительные меры безопасности, введенные в связи с этим столпотворением. Как усилили проверки в шенгенской зоне и почему нельзя снижать уровень безопасности? Подробнее Елена Абрамович. Усиленно проверяют всех. И тех, кто въезжает в шенгенскую зону, и тех, кто едет обратно. Теперь даже граждан ЕС. Это правило Брюссель ввел еще в апреле. Но в полную меру люди ощутили изменения в августе, в разгар сезона отпусков. Очереди в аэропортах напоминают массовые демонстрации. Негде яблоку упасть. Авиалинии предупреждают клиентов. Приезжать в аэропорт желательно не за полтора-два часа, как раньше, а за три-четыре. На все жалобы пассажиров Еврокомиссия пожимает плечами. Такова цена безопасности. Речь идет о безопасности наших граждан. И сами государства-члены настаивали на этих правилах. Всегда есть цена, которую нужно платить за безопасность. И у членов ЕС было достаточно времени на подготовку, чтобы ввести в действие эти правила. Ожидать, что все это временно, не стоит. Брюссель раздумывает о еще одном нововведении. Создании так называемого военного шенгена. Это позволит оперативно перебрасывать войска по территории Европы. Например, сейчас, чтобы переместить американских военных из Германии в Польшу, надо уведомить за пять дней. Еще одна проблема – инфраструктура. Дороги и мосты в странах Евросоюза не рассчитаны на тяжелую военную технику. Туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не приспособлены для военной авиации. Ситуацию надо менять, чтобы военные могли передвигаться так же быстро, как мигранты, заявил министр обороны Нидерландов. В НАТО поддержали. Далее слово за Евросоюзом. С Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Декоммунизация продолжается. В закарпатском селе Минай Октябрьскую площадь переименовали в честь одного из основателей поп-арта Энди Ворхола. Решение принял глава обл. администрации Геннадий Маскаль, потому что сельские власти на это решиться не могли. Площадь к переименованию обновили, поставили стенд с информацией у художники, установили скульптуру в виде одного из известнейших его творений – консервной банки с соусом. Ворхол – украинец по происхождению. Его родители жили в Лемковском селе Микова, которая после Второй мировой войны стала частью Чехословакии. А вот благодаря децентрализации в Узгороде открыли новый сквер в центре города. Местные власти утверждают, что доходная часть бюджета за последние месяцы увеличилась, и поэтому удалось выделить 2 миллиона гривен на обустройство большой игровой площадки, аллеи и парковки. Здесь, в основном, выбрали такое место, где старые домики, очень много, больше десятков домиков. Такая была конструкция, потому что на прибудинковых территориях не было никакого детского майданчика, даже места для парковки не было. Мы комплексно зайшли на эту территорию. Когда площадка еще не была такой новой, я сюда заходила с моей сестрой младшей. Тут были всякие старенькие горки, вот эта крутилка там, она была сломана, но она вот так шаталась со стороны в сторону. Мне тут очень нравится, много людей с кем можно познакомиться. Они с легкостью могут перенести огромные шины и пробежаться с парой сотен килограммов в руках. Сегодня во Львове соревновались стронгмены. Кто победил, узнаем от Галины Якушко. Широкие плечи и крепкие руки на жарком солнце разминаются несколько атлетов. Сегодня в центре Львова, возле памяти Кашевченко, самые сильные мужчины Украины выясняли, кто из них лучше. Первыми за тяжеленные гантели берутся любители. Они должны пробежать дистанцию в полсотни метров, не выпуская из рук железа. Затем пройти еще несколько испытаний. И только трем из участников посчастливится попасть в профессиональную лигу. Этот спорт мне очень понравится. Я пришел с пауэрлифтинга, это силовая троеборья, приседания, уже места нового тяга и решил выпроводить себя в чем-то новом. Мне понравится конкуренция и нет ваговых категорий. То есть все хлопцы в равных условиях и победят тот, кто сильнейший. Атлеты поднимают супертяжелый вес. Вот, например, это колесо весит 360 килограмм, и оно выше меня. А эти крепкие парни уже профессионалы в своем деле. Победитель в этой категории сможет соревноваться за звание самого сильного человека Украины. Участников представляет легендарный украинский стронгмен Василий Веростюк. Сюда просто нужно выходить, бороться, смыгаться, попытаться показать свои лучшие результаты. И сделать свято для зрителей, потому что зрители пришли и готовы уже это увидеть. Самого сильного человека после нескольких этапов соревнований определят в канун Дня независимости в Чернигове. Победитель будет представлять Украину на международных соревнованиях. Ирина Икушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. И завершение Черноморских игр в Скадовске. Кто вышел в финал и заставил рыдать судей, узнаем от Кирилла Ющишина. Вот уже второй день. На побережье моря гремят Черноморские игры. Сегодня должна решиться судьба победителя. Напомню, фестиваль в этом году возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва, связанного с финансовым кризисом и напряженной обстановкой в Крыму. Но теперь он вернулся на берег Черного моря. А вместе с ним возвратились и звезды украинского шоу-бизнеса. Например, почетные гости фестиваля «Дуэт Потап и Настя». 13 лет назад именно здесь, на Черноморских играх, певица получила гран-при. Это дало старт ее карьере. В полуфинале Камецких исполнила ту же песню, с которой победила в 2004 году. За три минуты до выхода хотела расплакаться. Не хотела, а плакала. Давай честно стояла и плакала. Здесь решилась моя судьба как артиста. Отсюда я подписала контракт. Артисты, зрители, продюсеры и музыкальные критики все в один голос твердят, что в Скадовске снова рождаются новые украинские звезды. К примеру, одна из самых младших участниц Черноморских игр – Вероника Морская. Ей всего шесть лет, но она уже заставила жюри расплакаться. Вот это шестилетний ребенок, который держал микрофон, у нее маленькая-маленькая ручка проникла прямо в сердце. Это что-то невероятное. Я рыдал, как ребенок, потому что это было попадаемое. Вот ради этого стоит проводить все эти конкурсы. Удивительный талант. Многие эти дети показывают удивительный талант. Мне очень понравился. После полуфинала, который завершился вчера поздно вечером, в финал попало 23 человека. В эти минуты участники вновь выходят на сцену, чтобы покорить сердца жюри и публики. Зрителей, кстати, собралось даже больше, чем в прошлые годы. Я очень рад, что в этом году, как никогда, приехало очень много талантливых детей. Рад, что бывшие участники, победители разных лет, приехали их все поддержать. И сегодня у нас такой получился полноценный конкурс. Сегодня огласят имена победителей в семи номинациях, а завтра на галоконцерте организаторы черноморских игр назовут имя обладателя гран-при. Сегодня же после окончания конкурсной программы гостей феста порадуют своим выступлением дзидзю. Кирилл Ящишин и Игорь Попов. Подробности телеканал Интер с побережья Черного моря. Принц на пенсии. Супруг королевы Елизаветы Филипп ушел на заслуженный отдых. За какие экстравагантные высказывания и казусы его запомнят британцы, знает Алексей Пшемырский. Верный спутник Ее Величества герцог-эдинбургский принц Филипп ушел на пенсию под маршей салюты военных. Торжественная церемония скорее дань уважения супругу королевы, нежели обязанность. Филипп и Елизавета поженились еще в 47-м. По закону королем он стать не мог. Лейтенант военно-морских сил Филипп Маунтен-Беттен получил лишь титул принца-консорта. Конечно, я был расстроен, когда она стала королевой, потому что меня только повысили до капитана. Мое лучшее время в карьере на флоте только начиналось, но моим главным долгом было служить королеве. Долг Филиппа выходил далеко за пределы Букингемского дворца и окружения Ее Величества. За 65 лет Елизаветы Второй на престоле принц Филипп принял участие в 22218 мероприятиях, произнес 5,5 тысяч речей и вручил более 4 миллионов наград. Я самый опытный открыватель памятных досок в мире. Британцам супруг королевы запомнится прежде всего своим чувством юмора, правда, не раз его подводившим. А кадры встречи с борцом за право мусульманских детей и на образование Малалой Юсуфзай облетели весь мир. Я думаю, что у вас дети ходят в школу только потому, что их родители попросту не хотят, чтобы они торчали дома. Несмотря на чувство юмора, скорее моряка, чем монарха, супруг Елизаветы курировал более 800 благотворительных организаций. Именно он помог Вильяму и Гарри пережить трагедию после гибели принцессы Дианы. Он не тот, кто будет выслуживать комплименты, поэтому просто скажу, что это моя сила и опора все эти годы. И я, и вся наша семья, и многие страны мира обязаны ему. После ухода на пенсию Филипп все равно продолжит помогать супруге, которая младше него всего на 5 лет. В этом году королевская чета отпразднует 70 лет брака. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Как общество отреагировало на участие в гей-параде ирландского премьера и чем закончилось похищение британской топ-модели? Об этом и не только в нашем обзоре. Пятеро человек погибли в результате аварии рейсового автобуса в Турции. 36 ранены. Всех пострадавших госпитализировали. Трагедия произошла в провинции Амасья на севере страны. Транспорт частной компании ехал из Стамбула в Самсун. Но в районе города Марзефон водитель потерял управление. Автобус съехал с трассы и перевернулся. Причины аварии пока неизвестны. Премьер-министр Ирландии Лео Вороткар посетил гей-парад Великобритании. В ЛГБТ-марше он поучаствовал во время своего первого официального визита в Северную Ирландию. Такой шаг Вороткара уже успели раскритиковать некоторые британские политики. Сам премьер подчеркнул, пришел на Марс для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку и отметить равенство всех перед законом. Напомню, Лео Вороткар стал первым геем на посту главы ирландского правительства. В Италии уроженец Польши Лукаш Херба похитил 20-летнюю британскую модель. Когда узнал, что у нее есть двухлетний сын, вернул обратно. Злоумышленник заманил девушку на фотосессию в Милан. На вокзале напал на нее, потом накачал наркотиками. Неделю удерживал в плену и пытался продать за биткоины. Когда узнал, что дома пленницу ждет маленький ребенок, сам отвез ее в консульство и сдался полиции. На Филиппинах 2000 матерей в течение минуты одновременно кормили своих младенцев грудью. Таким образом, хотели привлечь внимание грудному вскармливанию для защиты здоровья ребенка. Организаторы флэш-моба, местные правозащитники, надеялись, что удастся победить мировой рекорд. Но участников пришло на тысячу меньше, чем для этого требовалось. Душ для слунов устроили в зоопарке Окленда в США. Местные пожарные поливали животных из больших шлангов. Власти пригласили их, чтобы спасти великанов от жары. Но день оказался не таким уж и теплым. Тем не менее, слоны здорово развлеклись по душам и повеселили публику. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова